Предположив сообразно просвещение настоящих времен, в всем самом месте учредить университет, дабы существование сего благотворного заведения соделать навсегда неприкосновенным и даровать ему возможность к достижению важного назначения образования полезных граждан на службу Отечества и распространение в нем нужных познаний. Это цитата из утвердительной грамоты Казанского университета, подписанная Александром Первым. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Альмаматор отмечает 218-летие со дня образования, и этой теме мы посвятим часть сегодняшней программы. Вывести науку на новый уровень. В каком направлении должен развиваться научный потенциал Татарстана? Этот университетский комплекс внесен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Рождение университета. Каковы основные вехи становления первого Казанского вуза? Мы ждем, конечно, интересных каких-то идей, открытий. Это действительно происходит. Молодым в науку дорога. Чем отличились научные кружки КФУ? Почему бы надо не просто не походить по каким-то местам, и вот просто подойдя к какому-то историческому месту, не увидеть, как оно выглядело в прошлом. Дополненная реальностью история. Какое приложение студента-архитектора поможет восстановить прошлое и будущее здания? На школу входят курсы по обучению народным промыслам. Душа народа. Как собрать на одной платформе все виды народных и художественных промыслов России? Вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень. Такую задачу обозначил Рустам Мениханов на заседании Совета по образованию и науке. По мнению президента, у Татарстана есть все необходимое для того, чтобы внести весомый вклад в преодоление технологической зависимости отечественной экономики. Речь идет о научно-технологическом потенциале республики. Вузы и научные учреждения региона представлены во всех ключевых мероприятиях нацпроекта «Наука и университеты» и других инициатив технологического развития. В Татарстане сейчас воссоздается полноценная система формирования исследовательских и инженерных компетенций по всей цепочке непрерывного образования, начиная со школы. Рустам Мениханов заметил, что в региональном научно-образовательном комплексе республики сохраняется ряд острых проблем. Они накапливались на протяжении многих лет. Одна из них – сокращение кадрового научного потенциала. Этому способствовал и кризис 90-х. Число занятых в научно-технологической сфере республики в 92-м году превышало 30 тысяч человек, а сейчас опустилось ниже 13 тысяч. С этого года в России объявлено десятилетие науки и технологий. Наша республика – лидер по многим показателям научно-технологического развития. Пример – самое активное участие в этом начинании главы государства, отметил Рустам Мениханов. Он напомнил, что республика располагает развитой инфраструктурой. Она потенциально способна обеспечить коммерциализацию результатов научных исследований и разработок. Отдельно президент остановился на создании в структуре региональной инновационной системы вузовской стартап-студии. Такая студия формируется на базе КФУ. Она должна помочь в становлении и развитии навыков технологического предпринимательства у студентов и преподавателей. И перейдем к главной теме нашей программы. Один из первых российских университетов и один из десяти федеральных университетов отмечает на этой неделе 218-летие. Это один из трех старейших классических университетов России с важнейшими и основополагающими научными школами и научными обществами. Когда создавался Императорский Казанский университет, предполагалось открыть 28 кафедр на четырех факультетах. Помимо своей основной функции, университет обязывался контролировать и опекать учебные заведения, входящие в состав округа. До основания Томского Казанский университет являлся самым восточным университетом Российской империи. В его округ входили Поволжье, Прикамье, Приуралье, Сибирь и Кавказ. В первые десятилетия своего существования Казанский университет являлся ведущим центром изучения восточных языков и востоковедения. А сколько открытий было сделано здесь? Никакие именитые ученые трудились. Николай Лобачевский, Николай Зинин, Карл Клаус, Александр Бутлеров, Евгений Завойский, Семен Альтшуллер, Николай Чеботарев и многие другие представители научной элиты страны. В университете в разные годы учились Владимир Ульянов-Ленин, Сергей Аксаков, Лев Толстой, Павел Мельников-Печерский, Владимир Хлебников, Мили Балакирев. Перечислять все имена и рассказывать обо всех научных достижениях, конечно, у нас не хватит времени. Однако основные вехи становления университета хотели бы напомнить. Эльвина Минобуддинова расскажет о них. С днем рождения, родная Альма-Матер. 218 лет богатейшей истории. С момента основания подписания Александром I утвердительной грамоты и устава Казанского университета до сегодняшних дней. Сначала императорский, а позже Казанский университет имени Ульянова-Ленина. Каким он был путь становления главного университета республики. 1804 год, 5 ноября. Начало большой эпохи. Утвердительная грамота и устав об открытии Казанского императорского хранятся здесь, у входа в музей университета. Подпись императора Александра I, а рядом с ней министра народного просвещения Заводского. Здесь начинается новая веха истории. Поначалу не было и зданий университета. Студенты занимались помещением Казанской императорской мужской гимназии. Кто бы мог подумать, что спустя всего два века университет станет одним из самых крупных в России. А комплекс зданий составит свыше 700 объектов. 33 человека. Они стали первыми студентами университета. В их числе известны имена. Аксаков, братья Панаевы, Фукс, перевозчиков. Не успев открыться, Казанский университет пережил возможное закрытие. Губернатор Магницкий в 1819 году прибыл в учебное заведение с ревизией и раскритиковал профессоров и методы преподавания. Предложил императору торжественно разрушить здание университета. Но Александр I к детищу своему отнесся весьма трепетно. Поручил не разрушать, а исправить все самому Магницкому. Переломный момент университет пережил успешно. А на смену этой вехе приходит другая. С ней и новые ректоры. В их задачу входит главное. Во что бы то ни стало поднять репутацию заведения. Многие из них успешно совмещают не только ректорскую деятельность, но и сами являются светилами наук. Среди них Николай Лобачевский, великий геометр, создатель неевклидовой геометрии, ректор Казанского университета и его же выпускник. Среди выдающихся выпускников университета Николай Иванович Лобачевский и Иван Михайлович Симонов. Они оба были ректорами университета. Лобачевский возглавляет вуз на протяжении 19 лет. И именно при нем создается университетский комплекс, который студенты могут видеть и поныне. Этот университетский комплекс внесен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. И если вы посмотрите этот список, вы увидите, что в нем находится Московский Кремль, Московский университет, Эрмитаж, Ясная Поляна и наш любимый с вами Казанский университет. У истоков становления вуза стоит русский астроном Иван Симонов, тоже выпускник университета. Его имя прославлено еще одним важным событием. Он первооткрыватель Южного полярного материка Антарктиды. В экспедиции Иван Симонов был единственным ученым. Осуществлял исследования, ввел дневник и привез обширную коллекцию экспонатов. Впоследствии они пополнили зоологический, ботанический, этнографический музей университета. Историю и наследие университета сохраняют в своих коллекциях 12 университетских музеев, которые находятся не только в Казани, но и в Загородной астрономической обсерватории, в Елабужском институте, филиале Казанского университета. Здесь вы можете увидеть реликвии, мемориальные вещи, которые когда-то держали в своих руках или привезли сюда, в университет, и сохраняются здесь благодаря последующим поколениям студентов и ученых университета. Два столетия истории вуза по-настоящему золотое время не только для университета, но и в первую очередь для истории в целом. Казанский вуз славится именами множества ученых, что внесли вклад в развитие мировой науки. Владимир Бехтерев – профессор университета, основатель психоневрологической школы. Он же открыл первую психиатрическую клинику в Российской империи. Хирург, создатель знаменитой лечебной мази, тоже был выпускником Казанского университета и закончил его с отличием. Но мазь – далеко не единственное изобретение ученого-врача. Александр Вишневский открыл метод местной анестезии и навокаиновые блокады. А эти очки принадлежат Эмилиану Адамику, выпускнику и заведующему кафедрой глазных болезней университета. Адамюк – основатель первой офтальмологической клиники. Профессор вуза Карл Клаус известен открытием химического элемента – рутения. В переводе с латинского языка – Россия. Его ученик Александр Бутлеров – создатель теории химического строения органических веществ. Сегодня имя ученого носит Химический институт КФУ. 36 лет жизни посвятил университету натуралист, зоолог и путешественник Эдуард Эверсман. Он исследовал пространство Российской империи, открыл множество видов животных, пополнил коллекцию зоологического музея более чем на две трети экспонатов. Электрический, плюс солнечная система здесь есть. Особое значение имеет Казанская астрономическая школа. Свыше 100 кратеров носят имена ученых университета. В их числе русский астроном Василий Энгельгард, основатель Казанской астрономической школы Дмитрий Дубяга, ректор и великий геометр Лобачевский. А имя университета носит «Малая звезда». К 200-летию со дня основания Казанского университета «Малая планета» была названа именем «Казанский университет». И об этом свидетельство, выданное Российской академией наук к юбилею Казанского университета. Астрономы Казанского университета в 20 веке изучают Луну. И в честь признания заслуг ученых университета, около десятка кратеров на Луне имеют имена профессоров университета и выдающихся ученых – Энгельгард, Лобачевский, Дубяга, Баханевич и другие. В музее истории КФУ хранится и первый электрокардиограф. На нем в начале 20 века профессор Александр Самойлов впервые снял электрокардиограмму человека. Университет славится именем физика-экспериментатора Евгения Завойского. Здесь, в главном здании КФУ, было открыто явление электронного промагнитного резонанса. За это явление ученый 8 раз был номинирован на Нобелевскую премию. Физика больше не была прежней. За этим открытием последовало множество изобретений. Одним из главных направлений КФУ является нефтегазовая промышленность. Здесь, в музее истории университета, хранится пробирка с первой нефтью, добытой на территории тогда еще татарской АССР. 3 миллиарда тонн нефти было добыто спустя 64 года. Капля из этой партии тоже хранится в музее. Зал, объединивший две эпохи. В этом помещении заслушивали докторские диссертации. Сдавал экзамен Лев Толстой. Здесь же Ленин начал свой революционный путь. В 1927 году студенты университета встретились здесь с Маяковским. А почти через полвека в этом же месте прозвучала поэма «Казанский университет» в исполнении Евгения Евтушенко. Императорский зал свидетелем множества явлений, стык историй, жемчужина музея. Как и прежде, сегодня стены зала запечатлевают все важные события нашего столетия. Поздравляю вас с научением на ответственную должность. Конец 19 века. Молодой и никому еще неизвестный Владимир Ульянов пишет прошение о приеме в Казанский императорский университет. Примерный студент жаждал знаний, сидел за второй партой. Кто бы мог подумать, что вскоре в безобидном студенте разыграется революционный нрав. Именно при его активном участии создается революционный кружок из студентов университета. После знаменитой студенческой сходки Владимир Ульянов был исключен. Более того, он больше не мог находиться в Казани. Спустя каких-то 28 лет университет будет гордо называться именем человека, навсегда перевернувшего ход истории. Именем Ульянова Ленина. Аудитория, где учился студент, именовалась Ленинской. Его парта, а рядом полка с собраниями сочинений Маркса, Энгельса и Ленина. 54-й год 20-го столетия. Пост ректора занимает советский математик и механик Михаил Нужин. 25 лет он возглавлял университет дольше всех. В период ректорства Михаила Нужина в университете появились новые научные направления. Он стал инициатором постройки двух высоток. Они полностью закрыли проблемы с аудиториями. А в 70-е годы университет получил две высшие награды Советского Союза. Орден Трудового Красного Знамени и Орден Ленина. 21-й век, 2010-й год. Университет объединяет семь институтов и теперь называется Казанским федеральным. Главными направлениями становятся IT, медицина и нефтегазовый сектор. Сегодня Казанский университет также гордится своими выпускниками. Многие из них занимают руководящие позиции в органах государственной службы. Среди них мэр Казани Ильсур Медшин, ректор Кафули Нарсафин, премьер-министр Татарстана Алексей Писошин, вице-премьер России Марат Хуснулин, а также множество общественных деятелей, бизнесменов, писателей и поэтов. Сегодня университет является одним из лучших учебных заведений России. Казанский федеральный – это 18 институтов, две высших школы, один факультет и несколько лицеев. Здесь обучается свыше 52 тысяч студентов, 11 тысяч иностранцев из более чем 100 стран мира. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин, КФУ «Итоги недели». История университета неотделима от представителей науки, прославивших когда-то свою «Альма-Матер». Да и сейчас немало ученых, чьи разработки являются передовыми, востребованы в промышленности или фундаментальных изысканиях коллег. Но гораздо важнее подготовить основу для таких исследователей, найти пытливых студентов, которые готовы продолжать заниматься наукой. Для этого и создаются и переживают сейчас свое второе рождение научные кружки КФУ. На неделе отметили лучшие из них. Участниками конкурса стали 120 университетских объединений, 20 вышли в финал. Главная цель каждого из них, чтобы студенты имели благоприятные возможности для входа в науку. О том, как отметили научные кружки и какие необычные среди них есть, мы побеседуем с председателем жюри конкурса, заведующим кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Эльгизара Рахимова. Здравствуйте, Эльгизар Ильяцевич. Добрый день. Расскажите о движении научных кружков в Казанском федеральном университете. Как они вообще развиваются? Действительно, кружковая работа вот в таком формате, она как бы новое явление для нас, и мы, в общем-то, это воспринимаем как особое событие в стенах университета. Но на самом деле, конечно, кружковая работа как таковая, она всегда была в стенах университета. Я еще помню, будучи студентом, у нас был свой кружок экологический. И в этом плане, конечно же, это просто поднятие данной работы на другой уровень, другие, так сказать, приоритеты. Ну и в этом плане, конечно, от кружков мы ждем чего? Мы ждем, конечно, интересных каких-то идей, открытий. Это действительно происходит. Вот как это необычно звучит, но тем не менее, действительно, каждый год в выступлениях наших кружковцев мы видим очень интересные, так сказать, предложения, очень интересные проекты и так далее. И самое главное, конечно, кружковцы – это объединение, это объединение студентов, которое позволяет ребятам, охваченных, скажем так, какой-то интересной идеей, двигаться в одном направлении. Ну и общение, общение с молодежью, общение со школьниками – это тебе и работа в плане привлечения молодых ребят с стен университета, имеется в виду абитуриентов. То есть вот это новое явление вот нашего времени. А чем вообще занимаются научные кружки? Они проводят какие-то исследования или, может быть, изобретения какие-то? Вы знаете, они разноплановые. Ну, сами понимаете, предположим, филологическое направление или гуманитарное направление – там, понятное дело, там на интересе каких-то фактов, каких-то интересных событий и так далее. Касаемо технических кружков – физический, вот факультет в этом плане, значит, инженерный институт, елавушцы, там, челнинцы и так далее. То есть в этом плане действительно там проектные исследования, и это коллективный труд. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что отчасти это связано и с выполнением курсовой работы, и дипломной работы и так далее. Но, тем не менее, разница есть, потому что критерии, по которым мы оцениваем, они позволяют разграничить, скажем так, работу чисто кружковую от работы, связанной с выполнением той или иной, так сказать, обязанности студенческой, скажем так, связанной с учебно-образовательным процессом. А как были определены победители? То есть за счет каких именно, как раз таки, критерий они определялись? Вы знаете, вот с первого момента, скажем так, как мы только начали оценивать кружки, мы тоже были еще, так сказать, на начальном этапе, не знали, как и что. Теперь, конечно, у нас уже есть определенный опыт за эти годы. И, самое главное, мы действительно сумели, вот повторяю, разграничить вот то, о чем я говорил, образовательный процесс и, собственно, саму кружковую работу. И поэтому, конечно же, критерии, они как-то само собой отработались на протяжении вот этих лет. Ну и я тут, конечно, безумно просто благодарен своим коллегам, членам нашей экспертной группы, потому что там эксперты в разных направлениях, мои коллеги, которые, ну, скажем так, очень быстро, могут идентифицировать и дать определенную оценку той или иной работе коллектива. Ну и завершение, да, у нас научные кружки. Все-таки какой вклад в науку они вносят, на ваш взгляд? Ну, в данном случае мы, может быть, ну, не будем себя, так сказать, обольщать мысль, что они нам дают какие-то гениальные, так сказать, открытия и прочее. Но, тем не менее, именно предпосылки к этому. И к этому мы и стремимся, чтобы ребята проявили свой творческий интерес, проявили новизну в своей работе. Ну и таким образом мы как бы увидели действительно, ну, вот, вклад нашей молодежи в развитие вот научной деятельности всего нашего университета. Будем ждать новых открытий. Ну и завершение еще раз. Все-таки примеры научных кружков Казанского федерального университета. Есть и лидеры, это однозначно. Я каждый раз с коллегами отмечаю у нас, вот, Нелабужцы, археологический кружок. Просто безумно интересно. Мне иногда самому хочется просто вместе с ними участвовать в этих раскопках. Очень грамотно работают. И именно вот я понимаю, что там и полевая практика в рамках учебного процесса. Но, тем не менее, увлеченность ребят, это надо видеть их глаза. Вот, это во-первых. Во-вторых, у нас очень хорошие кружковцы в Институте фундаментальной медицины и биологии. Физики очень хорошие, кружки каждый год представляют. Разноплановые, у них много кружков бывает. Гуманитарии в данном случае совершенно, так сказать, необычные, на стыке разных наук и так далее. И это только радует. Конечно, мы хотели бы в идеале, чтобы все кружковцы, со всех институтов кружковцы были. Некоторые институты, к сожалению, не представляют. Это очень печально. Но мы надеемся, что все-таки они темпы определенный наберут. И на примере сумеют подобраться, так сказать, с нашим, в ответ к нашей лидирующей этой группе. Спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам здоровья. Мы продолжаем рассказывать о разработках студентов Казанского университета, выигравшие миллионный грант на реализацию бизнес-идей. Один из них – магистрант второго года обучения Института дизайна и пространственных искусств Аяс Садыков. Его приложение сможет визуализировать исторические и не только объекты, в том числе утраченные или только создаваемые. Сервис позволит пользователю увидеть архитектурный памятник слой за слоем, каким он был, например, в 19 веке и как шло его преобразование. Сам Аяс по образованию архитектор уже имеет опыт работы. Сейчас получает второе образование. Два года назад он искал новые способы визуализации архитектурных объектов. Тогда и заинтересовался технологией дополненной реальности. Со своей идеей решил поучаствовать во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и выиграл. Что представляет собой сервис и какой объект стал первым в его приложении? Расскажем далее. Так будет выглядеть главный павильон московского ВДНХ во время музыкального соревнования «Битвы хоров». Пока площадку для выступлений можно увидеть только через телефон. Именно так она будет выглядеть и вживую. В любом масштабе. Можем его увеличить почти в идентичном масштабе. Можем уменьшить, чтобы посмотреть в детали поближе. Виртуальную реальность люди ассоциируют с усовершенствованными компьютерными играми. Первыми это нововведение популяризировали программисты. Создали специальные очки и придумали различные мобильные приложения. Так люди начали видеть виртуальное в реальном мире. Сейчас дополненную реальность используют во многих отраслях. Например, в машиностроении, медицине, строительстве. Этой современной технологией увлекся и магистрант второго года обучения Института дизайна и пространственных искусств Аяс Садыков. Во время работы архитектором он изучил новые способы визуализации сооружений. Так Аяс заинтересовался технологиями дополненной реальности. Сейчас он переосмысливает существующие игровые механики и технологии, чтобы создать совершенно новый продукт. В этом ему помогает научный руководитель Степан Новиков. Мы не сразу к этому пришли. То есть Аяс провел такое большое комплексное исследование в области дополненной виртуальной реальности. Когда она появилась, как она развивалась и, собственно, где и как ее можно использовать, в каких целях. И одна из этих целей – это такая просветительская, экскурсионная. В том числе это и такая реставрационная деятельность около, рядом. Так как у Аяса базовое образование архитектор, ему, и вот он уже в магистратуре дополняет это такими новыми современными технологическими элементами. Магистрскую диссертацию он также готовит по теме графических реконструкций исторических объектов с помощью технологии дополненной реальности. Аяс планирует разработать приложение с экскурсионными маршрутами по историческим местам города. Первым объектом в виртуальной Казани будет Институт дизайна и пространственных искусств. Это бывшая усадьба начала 19 века. Она неоднократно перестраивалась и до сих пор вызывает интерес у архитекторов. По словам научного руководителя, благодаря технологиям дополненной реальности можно будет погрузиться в прошлое, увидеть весь комплекс усадьбы без советских надстроек и строительных обоставаний. Каждый человек сможет узнать, как выглядели объекты на какой-то конкретный период, имея только у себя на телефоне некое приложение. То есть с помощью этого приложения можно будет навестись на объект и можно будет увидеть, как он выглядел, например, в 19 веке. Начинать мы хотим с нашего корпуса на Левобулачин 34, где располагается Институт дизайна и пространственных искусств. У этого объекта очень богатая история. Приложение «Аяза» будет работать как карманный экскурсовод. С помощью него появится возможность увидеть утраченные исторически значимые объекты на том месте, где они находились. Оно будет работать и с существующими зданиями. Для этого необходимо просто навести на объект камеру и узнать, как он выглядел изначально. На карте приложения отметится геопозиция пользователей и точки маршрута. Когда турист проходит мимо какого-то значимого объекта, на его телефон начнут приходить уведомления. Они расскажут, что это за сооружение и чем оно примечательно. Нужно лишь поднять телефон. Включится камера и появится трехмерная виртуальная копия исторического объекта. Его можно будет осмотреть со всех сторон. Существует игра «Покемон Гоу». Люди, когда сходили с ума, они просто наводили камеру и ловили покемонов. И если переосмотреть механику, то есть люди на самом деле ходили и по GPS-координатам находили какие-то объекты. А почему бы не сделать так, что у нас есть исторический слой, историческая информация. Почему бы нам не просто не походить по каким-то местам и просто подойдя к какому-то историческому месту, не увидеть, как оно выглядело в прошлом. То есть вот такая же механика, по сути, только более культурная. В качестве примера АЯС спроектировал паспорт храма в Пестрицах. С помощью дополненной реальности жители района смогут увидеть еще не построенный объект в реальном масштабе. Им также потребуется просто навести камеру на место и детально изучить сооружение. Допустим, одно из применений. Мы попробовали сделать вот этот паспорт объекта, где мы можем просто навести камеру и увидеть объект в реальных масштабах, который еще не построен. На создание этого мобильного приложения АЯС получил 1 миллион рублей. Победив в конкурсе «Студенческий стартап». Реализацией проекта он пока занимается один. А Степан Новиков помогает ему добывать информацию об исторически значимых местах города и правильно конструировать их. Полученный грант позволит расширить команду разработчиков и сделать в течение шести месяцев прототип приложения. В первую очередь планируется запустить программу с маршрутами по Казани и Татарстану. Алина Красильникова, Ильвира Замалединова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. И еще один представитель Института дизайна и пространственных искусств стал обладателем гранта «Студенческий стартап». Студентка второго курса Альбина Аминова получит 1 миллион рублей на создание онлайн-школы по развитию народных и художественных промыслов России. По задумке автора, проект представит множество видов культурного достояния России. Это все виды народных и художественных промыслов. От кружевоплетения до вязания и росписи. Участники смогут научиться этим видам искусства, получат мастер-классы от именитых наставников, узнают историю появления каждого из промыслов. Платформа станет своего рода и методической базой, где соберут все наработки и исследования в области народных и художественных промыслов России. Так что у нее будет и другая миссия – научно-методическая. О том, кто сможет стать участником сервиса и как пришла идея о создании онлайн-школы, мы поговорили с автором проекта. Такими легкими движениями Альбина рисует набросок будущей росписи на посуде. Дальше она будет воплощать это в реальность. Мазками синей и белой краски студентка распишет чайник. Подобный стиль рисования на керамике называется кжельской росписью. Она появилась несколько веков назад, но все еще является предметом интерьера, чем быта. Такую посуду может позволить себе купить не каждый. Зато скоро каждый сможет самостоятельно заняться кжельской росписью. Альбина Аминова – студентка второго курса Института дизайна и пространственных искусств. Открывает свою онлайн-школу по развитию народных промыслов. Все желающие смогут научиться рисовать на керамике, лепить из глины игрушки и шить красивые платки. В онлайн-школу входят курсы по обучению народным промыслам, по художественным промыслам именно народов России. То, что онлайн-школа объединяет несколько культурных промыслов, точнее практически все, всей России. И мы собрали на единой платформе множество народных промыслов. Альбина занимается творчеством шестого класса. В школьные годы она участвовала в олимпиадах по технологии и занимала призовые места. Благодаря своему таланту смогла поступить в институт дизайна на архитектора. Сейчас студентка не представляет свою жизнь без рукоделия и рисования. В свободное от учебы время она ходит в новую мастерскую института, где помогает шить и модернизировать одежду для мобилизованных. Воня-жилет это достаточно серьезная сраженность. На самом деле я еще говорю, вот все, она, вот сам кузилет по конкурсу, он не сможет. Также Альбина участвует в студенческих конкурсах и продвигает народное творчество массы. Ей самой нравится расписывать посуду, вышивать золотой нить и узоры на головных уборах, и лепить игрушки-свистки из глины. Всему этому она хочет научить и других. Свой проект студентка назвала «Халык-Кунеле», что в переводе с татарского означает «душа народа». Такую тематику Альбина выбрала не только из-за любви к народному творчеству. По ее мнению, в этом году и предстоящем это будет как никогда актуально. 2022 год объявлен президентом Российской Федерации как год культурного наследия народов России. И разработки, направленные на эту тематику, представляют несомненно интерес. Поэтому онлайн-школа выбрана не случайно, так как мы рассказываем о изучении народных промыслов, о их культуре, о их традициях, о том, как они возникли. Поэтому мы попали в тему. Также еще 2023 год тоже объявлен как год культуры. Онлайн-курсы в стране стали очень популярными, поэтому Альбина решила создать школу именно в интернете. Уроки по народным промыслам будут бесплатными. Ученикам необходимо только приобрести материалы, краски, карандаши и бумагу. В школе планируется организовать наставничество. То есть ученики смогут напрямую общаться к преподавателям и получать обратную связь по своим работам. После обучения участники получат сертификаты, а в дальнейшем при желании смогут зарабатывать творческими работами. С первым годом все курсы вообще будут бесплатными для привлечения аудитории. То, что и также для людей, которые присоединились только что к нашей стране. То, что для них это будет тоже немаловажно, чтобы они были бесплатными для изучения наших корней, для нашей Родины изучения истории. И как раз мы начинаем изучение. Это с народных промыслов. Вот они будут изучать вместе с нами. Все изделия, которые они будут изготавливать на наших курсах, они смогут как-то, ну, либо продавать, либо как-то на заказ что-либо делать. То, что это тоже достаточно будет и прибыльно и для них, и для нас. Также в рамках школы пройдут очные мастер-классы с известными мастерами по художественным промыслам. Они будут организованы на площадках КФУ. Посещать сможет каждый. Для этого не обязательно будет студентом университета. Деньги на реализацию своего проекта Альбина выиграла в конкурсе «Студенческий стартап». Она уверена, что миллиона хватит на разработку и запуск сайта в течение двух месяцев. Также оставшиеся деньги она планирует потратить на зарплату преподавателям, курсам и приезжим спикерам мастер-класса. Я рассчитала полностью, на что он хватит. Он хватит на создание онлайн-школы, для создания сайта, для покупки программ, которые потребуются для создания личного кабинета ученика, для воронки маркетинговых продаж. И в целом для нас сайта хватит на материал, который потребуется для мастер-классов, для снятия обучающих роликов. И также для проведения и организации арт-экспедиции тоже заложена определенная сумма, которую мы потратим на проведение арт-экспедиции в том или ином городе. Альбина Аминова планирует и дальше развивать проект. На второй год существования школы запустит онлайн-музей с работами учеников школы и выпустит методические пособия по исследованию, собранными во время арт-экспедиции. Полина Корнеченко, Эльвира Замалединова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Марафон достижений и стартапов. Впереди еще новости. Какие? Узнаете из второй части программы. Стимулирование или вовлеченность людей в экологическую повестку. Экологическая культура. Как КФУ стал центральной площадкой эко-диктанта? Научная библиотека Николая Лобачевского хранит устав Казанского императорского университета. Ценный артефакт. По какому уставу заработал Казанский императорский университет? Ко дню рождения Казанского университета организовали марафон общества знания. Ученые, аспиранты и студенты рассказали об успехах, достижениях и наградах. Просветительская акция так и называлась. Марафон 218 лет КФУ. Наука, люди, жизнь. Среди спикеров первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский. Директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чикрин. А также ведущие научные сотрудники, доценты разных институтов и центров. Все они делились наработками, исследованиями, над которыми сейчас трудятся они и их коллеги. А студенты и аспиранты презентовали стартапы. Трансляцию марафона можно посмотреть в официальной группе общества знания в социальной сети ВКонтакте. Какими еще событиями из жизни университета и республики ознаменовалась эта неделя, узнаете из нашего дайджеста. В рамках 218-летия Казанского университета для студентов и сотрудников вуза состоялся праздничный концерт. С днем рождения Альма-Матер со сцены поздравил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафян. Мы достигли возраста совершеннолетия Казанскому федеральному университету 218 лет, поэтому давайте поаплодируем. С днем рождения! Мы все искренне любим нашу Альма-Матер, гордимся ей. Вы знаете, за эти годы было много сделано, но много еще предстоит. И вы будете, наши дорогие студенты, долго и долго всю жизнь вспоминать эти прекрасные годы, эти лучшие годы. Этот лучший университет, это лучшие годы в вашей жизни. Разрешите поздравить и весь наш большой коллектив, профессорско-преподавательский состав с этим днем рождения. Пожелать нам всем удачи, новых научных успехов, хороших студентов на благо нашей цветущей огромной Родины, на благо республики, в которой мы находимся. Поэтому с днем рождения еще раз примите самые добрые поздравления. Желаю вам всем удачи и здоровья. В КФУ собрали 400 килограммов гуманитарной помощи для российских военнослужащих, членов их семей и жителям новых регионов страны. Это первая партия гуманитарного груза, собранного штабом по оказанию адресной помощи Казанского университета, которая отправлена на республиканский склад Ярдамь-Янаше, помощь рядом. Мы также хотели бы напомнить, что наш гуманитарный штаб продолжает свою работу, курирует деятельность штаба Департамента молодежной политики. Мы находимся в УНИКСе. Информация о графике работы штаба, о тех наименованиях продукции, которые можно принести, также есть на сайте в группе Добровольческого центра. Поэтому мы приглашаем студентов, сотрудников университета присоединиться. И давайте вместе делать добрые дела. Третий Казанский международный лингвистический саммит открылся в КФО. Он собрал полторы тысячи человек из 18 стран. В рамках саммита состоялась международная научная конференция «Современная лингвистика от теории к практике» и «Лингвометодический фестиваль. Языковые тренды и методические инновации» для учителей и преподавателей русского, родных и иностранных языков. Одна из особенностей Казанского университета – это умение вплетать изучение разных языков государственного языка Российской Федерации русского, языка Республики главного татарского. Здесь есть и другие национальности тоже. И изучение иностранных языков, которые также необходимы для коммуникации международной. Поэтому вот здесь вот я вижу, что научились это тонко делать. КФО стал центральной площадкой проведения «Экодиктанта». Проект направлен на повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, популяризацию экологических знаний и развитие волонтерства в экосфере. Тема – Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые финансы, вода, флора, фауна и другие. Я бы хотел еще отметить, и сегодня об этом уже говорил, о том, три единую задачи, которые решает диктант. Во-первых, это прививать экологическую культуру, экологическую культуру как лично, для каждого человека экологическую культуру корпоративную, о чем сегодня тоже говорили. Это второе, безусловно, пропаганда научных экологических знаний. И третье – это стимулирование или вовлеченность людей в экологическую повестку. В преддверии дня рождения КФУ Музей истории университета посетили блогеры. Они смогли прикоснуться к реликвиям университетской истории. Экспозиция из полутора тысяч экспонатов познакомила посетителей с 200-летней историей университета. Основной раздел блогтура был посвящен науке, исследованиям и открытиям, научным школам, принесшим в ВУЗу всемирное признание. Естественно, это просто история такая незыблемая, уже многолетняя, поэтому сюда стоит обязательно приходить. Вот в этом как раз зале мне просто нравится роспись и то, как я себя здесь чувствую. То есть экспонатов просто множество. И каждый по-своему рассказывает о других музеях. Он еще погружает и в информацию о других музеях. Кстати, соцсеть ВКонтакте заняла первое место в Рунете по количеству постов авторов. В октябре они опубликовали более 472 миллионов записей. Об этом говорится в исследовании Band Analytics. В целом число авторов в соцсети за год выросло на 18%, объем контента на 16%. По данным Mediascope, 54% аудитории Рунета ежедневно посещают ВКонтакте и 85% каждый месяц. В третьем квартале средняя ежемесячная аудитория соцсети составила почти 77 миллионов, а средняя ежедневная аудитория более 49 миллионов. Но какие же новости стали главными на неделе, в том числе и самыми обсуждаемыми, об этом узнаем из авторской рубрики моего соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Как вы заметили, наступает время активных подведений итогов года. Начинают всплывать всевозможные рейтинги и топы. Собственно, вот и умозаключение о небывалом росте ВКонтакте из этого же ряда. Тут надо сказать, что самое время включать по полной критическое мышление, ибо манипуляции данными в предновогоднюю пору будут россыпи валиться на наши головы. Вот тот же ВКонтакте очевидно демонстрирует рост. Но от того ли, что он стал столь востребован все новыми и новыми пользователями, или от того, что ряд альтернативных ему сетей, заняв деструктивные позиции, оказались недоступны российским пользователям. Здесь скорее можно пока говорить о тренде на миграции пользователей. Но насколько он окажется устойчивым и во что выльется, еще рассуждать рановато. Но в контексте обсуждения итоговых рейтингов давайте попробуем возобновить разговор про то, что волнует живо вузы страны. Но о чем говорят еще в полголоса из-за некоторой растерянности. Под конец года и по итогам года немало возникает на поверхности всевозможных рейтингов вузов. А в свете происходящих и взаимосвязанных друг с другом событий в мире и вокруг нашей страны большинство из рейтингов вузов все больше вызывает, если не вопросов, то, по крайней мере, желание порассуждать и критически взглянуть на, казалось бы, незыблемые показатели мировых рейтинговых агентств. Мы в нашей программе достаточно давно, но уже говорили о том, что существующие мировые оценки эффективности вузов часто не отражают реальную картину мира. Чего только стоило нашему образованию годы погони за очень спорными цифровыми показателями различных западных агентств. Ни для кого в академической среде, в том числе и европейской, не секрет, что большинство сегодняшних KPI в науке и образовании накачиваются исследованиями, статьями с безграничными уровнями цитирования на такие важные, в кавычках, для цивилизации темы, в духе «какой у меня сегодня гендер» и «как страшен кибербуллинг». У медиков, да простят они меня, но качать ссылки и того проще. Пишешь то, что следом начинают все активно опровергать, но зато цитирование бешеное. Ну, может ошибочно, но такое впечатление создается. Здесь ведь тот же принцип, что и в медиа. Чем более сомнительные вещи пишешь, тем больше тебя цитируют, обсуждают, опровергают, клеймят, но цитирование-то идет вверх. Российское высшее образование пытается вырваться из этих показателей и отбросить рудименты баллонской системы. Скромно пока, но пытается. И вроде как никто не умер. Немного более реальный же все расклад эффективности научных работ выдал на неделе журнал Nature. Здесь, между скобок, стоит сказать, что китайские вузы, как и их российские коллеги, публикуют далеко не всю свою деятельность по линии НИОКР, потому что оборонка, она у нас в публичный доступ не выкладывается. Строго говоря, рейтинг Nature тоже количественный, но даже в подстроенную под запад систему оценки начинает прорываться неудобная правда. Впрочем, потом, увидев очередной топ, состоящий сплошь из университетов G7, Больше глаза не делайте на тему, и большие глаза не делайте на тему того, почему в рейтингах на первых строчках нет основного поставщика IT-руководства, всех техногигантов Индии и главного садовника Герани Ирана. Видимо, в этих странах наука живет по каким-то другим, далеким от западных рейтингов законам. Зато выпускники лучших университетов мира сейчас почему-то наглядно демонстрируют полную профнепригодность. Как так получилось? А какого толку, что пару раз вспомнил один уважаемый медицинский журнал, что наша вакцина, например, от ковид лучей в мире, никто ровным счетом из выпускников лучших университетов мира, стоящих у руля западных держав, даже не шелохнулся в попытке продвинуть эту лучшую вакцину на свои мировые рынки. Смысл, что педагогика по рейтингам рвет вверх и рвет всех, если плоды ее деятельности, вчерашние выпускники школ и вузов, пачками разбегаются из страны при первой же угрозе в момент, когда они стране были столь нужны со своими компетенциями и способностями. Вопросов тьма. Итог, правда, все равно неутешительный. Как оценить реальную прикладную эффективность от научных исследований и образования, кажется, еще никто не придумал. Так что живем пока в мире господства университетов большой семерки и упиваемся статьями про гендеры, управляемый хаос, придуманную историю и ждущие провержения открытий на час. По крайней мере, для социально-гуманитарных знаний сейчас не лучшее время для публикации реально значимых и лишенных политизации знаний, исследований, открытий. А это значит, что место в мировых топах им по итогам года не светит. Такие дела. Всем доброго. Утвердительная грамота об основании Императорского Казанского университета, подписанная Александром I и первый устав высшего учебного заведения. Вот главные документы, благодаря которым и появилась наша Альма-Матер. Они были подписаны в ноябре 1804 года. Этому предшествовало другое событие. По именному указу от 24 января 1803 года Российская империя была разделена на шесть учебных округов. Общий план устройства учебного дела в России делил учебные заведения на приходские, уездные и губернские училища, гимназии и университеты. В каждом учебном округе планировалось открыть по университету. Центрами учебных округов стали Москва, Петербург, Вильна, Дербт, Харьков и Казань. Что вошло в первый устав императорского Казанского университета и какие порядки в нем предписывались, из первоисточника увидел и прочел Амир Ахтямов. 17 ноября 1804 года российский император Александр I подписал утвердительную грамоту, а также устав Казанского императорского университета. С тех пор эта дата считается днем рождения Казанского университета. В этом году ему исполнилось 218 лет. Впервые торжества, посвященные основанию университета, прошли 9 июля 1805 года, после завершения первого учебного года. С того времени они ежегодно проводятся в ноябре. Научная библиотека Николая Лобачевского хранит устав Казанского императорского университета. Стоит отметить, что император Александр I подписал первый общий университетский устав, предоставляющий университету значительную автономию. Он был основан на принципах уважения к науке и свободе преподавания. Помимо этого нам предоставили устав императорского Харьковского университета 1804 года. Устав включал в себя выборность ректора, деканов факультетов, профессуры, собственный суд, невмешательство административных властей и полиции в дела университетов. Университет подчинялся попечителю соответствующего учебного округа Министерства народного просвещения, но обладал вполне определенной автономией. Хотя на практике власть попечителя была очень сильной и существенной. Вскоре были изданы аналогичные нормативные акты по Харьковскому и Казанскому университетам, которые почти полностью совпадали с предыдущим. Таким образом появился основной типовой устав российских университетов. За основу были приняты порядки западноевропейских, по преимуществу германских университетов. Целью университета была определенно подготовка юношества для вступления в различные звания государственной службы. Кроме этого, университет должен был распространять знания и вести научную деятельность, в том числе через создаваемые научные общества. Амир Ахтямов, Ленар Кизатуллин, КФУ. «Россия не раскрылась в тебе, Казанский университет», писал в своей одноименной поэме большой друг вуза и Казани Евгений Евтушенко. Желаем всем открыть двери Казанского университета. Возможно, для кого-то станет экскурсом по истории страны и музеям вуза, а для кого-то это мир науки и новых возможностей. С днем рождения, Казанский университет. Всего вам доброго!